Мы с вами изучали, как строится история, откуда всё это берётся и как всё работает. Сегодня я предлагаю нам с вами побыть маленьким древнерусским государством. Давайте вспомним, зачем государство образовывается, зачем оно нужно вообще? Уберись! Покажу картинку. У нас сегодня их будет несколько. Давайте вот это посмотрим. Вот смотрите, вот мы государство. Можно я сказать, пожалуйста, те, кто не говорит, выключайте микрофон. Просто у нас, кто-то говорил, у нас был урок недавно. Ну, в 14-м 0. И там, когда кто-то не выключил микрофон, просто было сильное эхо. Хорошо, ладно, да, давайте договоримся, что те, кто не говорит, выключают микрофон. Друзья, зачем нужно государство? Вот мы с вами тут собрались вместе и решили, что мы вот всем нашими прекрасной командой сейчас организуем какое-нибудь государство. Нам оно зачем с вами нужно? Чтобы управлять страной? Вот смотрите, мы с вами страна, нас 15 человек. Мы с вами договариваемся, что мы будем страна. Вот, все 15. Нам зачем быть страной? Можно я скажу? Да, давайте. Значит, это... Можно я скажу? Значит, чтобы они... Почему они объединились все вместе? Потому что, чтобы стать... Чтобы больше территорий было. Чтобы стать более развитой, более сильной страной. Чтобы от врагов защищаться. Может быть, еще есть? Можно я скажу? Вопрос, у нас 14 будет, потому что я еще с ноутбуком. Можно я скажу? Яна, вас не слышно. Вас в телефону не слышно. Все, Арина. Можно я скажу? Сначала Арина, она давно-давно. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Все объединились и... Было... Больше страна. Я знаю, я... Давай, Алена. Да? Алена, правильно? Нет. Я говорю, как вы подписаны. Я с вами не так классно знакома. Ну, давай. Это не подписано наше имя. Написано Алена, но это имя нашей мамы. Алена, это Эльза, а я Гая. О, все. Очень приятно с вами познакомиться. Вообще-то я хотела сказать, что это... Что это, чтобы защищаться от врагов. Так, защищаться от врагов. Согласен. Чтобы быть больше, Настя. Да. Мне казалось, что организуют государство, чтобы объединить разные страны, разные города, чтобы они работали сообща, чтобы они могли между собой торговать, могли защищаться от врагов, и их было бы больше. Так, вы хотите, чтобы нас было больше, чтобы у нас была большая территория, чтобы мы защищались от врагов, чтобы мы все торговали вместе. Слушайте, ну да, уже вполне себе достаточно для государства. А какие-нибудь у нас, может быть, военные цели какие-нибудь? Да. Завоевать. Да, вот есть, например, можно завоевать, если объединить, можно стать, например, более сильнее и завоевать другие страны, или защищаться. Ну а... Делать. Зачем нам другие страны? Я согласна с тем, что вы говорите. Чтобы было больше... Ну, да. Чтобы было больше территории и больше ресурсов. Да, нам нужны больше ресурсов. Какие у нас с вами есть ресурсы? Вот смотрите, у нас здесь пока древнерусское государство такое еще, ну вот у нас с 862 года по 900 где-то 20-й. Вот здесь Новгород, здесь Киев, здесь всякие племена, Смоленска, Ростов. Там какие у нас ресурсы будут? Да. Новгород. Нефть, нефть может быть. Подожди, мы еще очень древние, мы еще только образовались с вами, мы такие... Дерево, дерево, камень. Телеса, железо, железо. Руды, руды. Руды, так, и все. Еда, рыба. Рыба, мясо. Рыба, еда, мясо, так. Молоко. Молоко. Хлеб. Мошади. Лошади. Хлеб. Да. Тобаки. Хлеб. Да. Мелко, долго. Меха. Дома. Да. Смотрите, мы с вами же в прошлый раз с кем были, разговаривали, что у нас здесь по территории, видите, красненькими стрелочками так проходит. Вот это красненькими стрелочками, это путь, и заваряется в греке. Там по этому пути мы с вами будем торговать. Торговать мы с вами будем не хами, а обязательно. Нам это нужно. Мы с вами будем торговать, если нужно будет, деревом. Мы с вами, ну такие, мы очень хорошие люди, но мы иногда все-таки будем с вами торговать рабами. Мы, особенно красивые... А что это значит торговать? Продавать людей. Брать самых красивых девушек. Настя, да, ты хочешь... Ну, как бы порабощать людей из других стран, заставлять их себе служить, и потом, когда они тебе не нужны, просто продавать их на рынках. Как их улыбки. Мы с вами будем еще вот так делать. Мы действительно... Ну, мы пока еще варвары, мы еще растем только... А что это значит торговать? Мы не варвары, мы славяне. Подождите, да, это обязательно. Я имею в виду, мы пока еще не такие высококультурные, чтобы рабами не торговать. Мы еще... А что это значит торговать? Продавать за деньги. Или за меха. Обменивать на что-то другое. А что мы будем с вами покупать? Металл. Иду. Ткань. Покупать ткань. Покупать ткань. Дерево. Нет. Еду. Мы правда будем покупать ткань. Можно я расскажу? Да, Настя. Да. Я... Мы будем, наверное, покупать товары из других стран, где они дешевле, где они типа... Где их больше, а у нас их меньше. Как мы об этом узнаем? Как мы сравним все страны? Для этого нам понадобится очень много лет, чтобы сравнить все страны, все цены. И тогда экономика еще не была так сильно развита, чтобы это все сравнивать. Покупали либо у ближайших стран, либо у своих соседей на своей территории. Ну да, вот по этому пути, вдоль вот этого прекрасного пути. Пока не сравнивали. Действительно, вы правы. Пока... Да, я не вижу тоже, как вас... Ну, как бы... Просто продавать то, что у вас есть, и получать то, что у вас нет. А представься, пожалуйста. Я? Нет, Настя, тебя знаю, тебя услышала. Молодой человек, который поднимал руку в... Да, ты. Хотела сказать то, чего у нас нету. Например, если у нас нет лошади, то мы можем вытарговать их на что-нибудь. Да, мы чаще всего покупали металл, потому что у нас его было мало. Мы чаще... Ну, точнее, у нас у нас был, но мы не очень умели его обрабатывать пока. Мы попозже научимся. Мы покупали оружие, классное, замечательное, интересное оружие. Мы покупали ткани. Вы совершенно правы. И драгоценности. Драгоценности. Минералы покупали. Минералы пока не покупали, мы не знали, что с ними делать. Мы иногда покупали украшения, всякие драгоценные штуки, которые нам были нужны. Вот это всё мы классно покупали. Всё, здорово. Организовали мы с вами государство. Мы поняли, что нам нужны ресурсы. Мы поняли, что мы будем защищаться вместе. Мы поняли, что мы будем эти ресурсы как-то добывать. А как мы с вами будем эти ресурсы добывать? Мы же, раз покупаем, нам нужно ещё продавать. Мы с едой пока... Сейчас вы пишете много про еду и про овощи. Мы, на самом деле, пока не покупали еду и овощи, потому что их очень сложно было перевозить. Ну, представляете себе, что у меня лодка вот из Киева в Новгород плывёт большое количество дней. У меня всё там испортится, что я себе купил. Поэтому с едой пока было очень своё ели, то, что вырастили сами. Можно я скажу? Да, Настя. Мне кажется, что можно, чтобы, например, получить меха. Так. Ну, а если еду повезти в нашу страну? В холодильнике? Пока не было. Пока холодильника не было. Можно было в нижней каюте где-нибудь. Вы очень много снега. Если холодильника там не было, значит, и машины не было. Пока ничего нет. У нас есть только вот эта вот река, которая обозначена красными стрелочками и лодки. Причём, сейчас я вам попробую показать, какие у нас были лодки. Не было никаких мошек, потому что именно... Потому что это как вот две тысячи лет назад. Россия, российская... Ну, это не две тысячи лет назад. Вот смотрите. Это вот мы сейчас с вами говорим про вот этот период. 862-й год, 879-й. Давайте вообще представим, что там было, чтобы мы так сориентировались. Там уже же довольно было развито. Это же перед крещением Руси было. Перед крещением. Ну, сто лет это очень прилично. Что было? Что было у нас? Были города и села. Были города и села. Были. Был скот. Скот. Были князья. Князья. Сейчас тоже про них поговорим. Были из технических всяких сооружений. Что было? Вот лодки у нас были. Мельница. Деревня. Деревня. Деревня была. Деревня это не сооружение отдельное. Оружие. Оружие. Оружие тоже не сооружение. Давайте так. Да, уже были крепости. Крепости были. Пока еще... Ну, у нас больше деревянных. Катапульты. Катапульты деревянные. Кареты. Карет еще не было. Ясно. Замков еще таких не было. Были большие дома двухэтажные, но замков пока не было. Да. Раньше ничего не было. Ну, ничего. Было просто мало. Да, раньше было мало. Раньше была скука. Сейчас мы узнаем, что нам было достаточно весело. Арина, да. Блин. Я знаю, есть такое место. Там целые дворцы из дерева. Там даже гвозди из дерева. Да. Есть такое. Смотрите, друзья. Все. Сориентировались. Пока нет ни холодильников, ни машин. Ничего. Еду очень сложную перевозить. Ничего не знаем. Перевозим леса. Перевозим оружие. Перевозим руду. Со всеми торгуемся. Теперь у меня к вам вопрос. Если мы что-то хотим продать. Нам это же нужно где-то взять с вами. Например, можно я скажу? Да, Настя. Ну, например, чтобы получить меха. И потом ими торговали. Они шли в лес. И там опотились на каких-то обученных зверей. Их. Там медведей. И потом они снимали их шкуры. Так, это один вариант. А где еще можем взять меха? Да. Согласна. Были. Еще их можно купить. Еще их можно. Купить животного. И снять с ним шерсть. Убить животного можно. Можно снять шерсть, убить животное. А можно еще где-то взять? Можно. Где? Купить. Можно обрить акцию. Вот все, что с убить животным, пока оставим. Это мы все поняли. Можно просто обрить акцию и не убивать. Обрить? Хорошо. Оставим. Согласна. Купить. Подождите, мы продавать это планируем. Нам нужно где-то это еще взять. Мы на самом деле были ребятами очень классными. Да. И... Сейчас. Девка... Или... Пиолет. Попробуй. 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 Не, вообще, это интересно. Попробуй. Попробуй. Мы с вами обладали дружиной. Знаете, что такое дружина? Дружина это как... Попробуй. У каждого, да. У каждого князя была дружина. И вы, вот видите, у нас наша страна с вами оранжевая. А рядом такие посветлее есть. Здесь ядер. Очень ядер. Посветлее. Они могли завоевать другую страну и у ее жителей забрать их уже готовые механы. Мы не хотели их завоевывать. Потому что, видите, какая интересная история получается. Если мы кого-нибудь завоевываем, нам надо как-то это удерживать. Соседи могли... Более слабые соседи могли более сильным странам платить дань, чтобы они защищали. Вот мы и собирали дань. Мы ходили и собирали дань со всех вот этих вот близлежащих племен. А через 450 лет собирали дань уже с нас. Ну, это да. Это будет попозже. Подождите, мы еще только у нас только основание. Мы только начинаем. Слушайте, а как вот заставить других людей платить нам дань? А, пугать их. Пугать их. Пугать их на другую. В то время это был способ угроз того, что мы нападем. Да. Можно я кое-что скажу? Кого платить? Кого платить? Можно я скажу? Да, Настя. Настя, давай. И можно было просто их запугать. Или сказать, что как бы они на них нападут. Или они придут и сожгут их и будут пытаться сжечь их поля, то они начинали им давать дань, чтобы они их оставили в покое. Да, если вы не заплатите дань, то мы сделаем хуже, и все будет у вас не так радужно, как было до этого. Смотрите, первым князем был Рюрик. Он правил с 862 года и в 872 году умер. Что? Я ничего не услышала. Первым князем был Рюрик. Правил в 862 году, в 872 году умер. Сначала княж жил в Ладоге, старая Ладога, я ее вам в прошлый раз показывала. Потом построил Новгород, начал строить Новгород, пошел княжить туда. После смерти передал власть своему родственнику. Или старшему дружиннику, здесь не особо понятно, потому что достоверных сведений не сохранилось. Главная задача Рюрика была сделать так, чтобы все вот эти вот разрозненные племена, которые были когда-то еще не Русью, а просто отдельными племенами, собрались вместе и начали вместе жить, вместе торговать, вместе что-то производить, чтобы дружина у нас собралась, чтобы построились какие-то города. Вот это была его первая задача. Когда Рюрик умер, у него остался сын Игорь, но Игорь был еще маленьким совсем ребенком. И вы же понимаете, что нельзя оставить целую страну ребенком. Поэтому Рюрик передал старшему своему родственнику, Олегу. Олега называли вещей. Как вы думаете, почему? Потому что он мог предсказывать будущее. А что значит предсказывать будущее? Ну, говорить то, что случилось через завтра, послезавтра, через неделю, через год. А как вы думаете, как Олег мог предсказывать будущее? Ну, действительно, были какие-то... Ну, были вещи с нами. Вещи с нами были. А как вы думаете, вот как еще можно предсказывать будущее без мистики? Что сейчас происходит в настоящем и, соответственно, делать выводы, что будет... Ну, как будет влиять настоящее на будущее? Да. Как шахматов или как шахматов можно подумать, что я сделаю сейчас, какие варианты возможны, какие варианты нереальны. И, значит, извлечь примерное решение. Да. Олег был не просто... Там вещи с ним у него, наверное, были. Здесь мы точно не можем сказать, но мы не следили. А вот за то, что он был очень умный и хитрый, его вещем все называли. Как мы понимаем сами, что он был очень умный и хитрый? Ну, сначала он вот действительно собрал целую большую дружину и решил, что он поедет завоевывать другие русские города. Сначала, видите, когда только пришел Рюрик, у нас... О, я закрыла нашу картинку. Сейчас я вам ее покажу. У нас сначала было только вот это вот маленькое оранжевенькое пятнышко. Там был номер... Мы не видим. Так, сейчас покажу еще раз. Вот, так видно? Вот, смотри, сначала был маленькое оранжевенькое пятнышко. Только Ладога и Новгород. Рюрик только здесь правил. Когда пришел к власти Олег, Рюрик умер, Олег стал новым князем. Он решил, что нужно расширить территорию. Он сел на ладзи, собрал водку, поплыл по вот этим рекам, доплыл до города Киева. Киев был вторым центром очень удобным. Кстати, если бы мы с вами были князьями и организовывали город, мы бы по каким признакам решили, что вот в этом месте будет город? Мы с вами идем все вместе, там лес. Что он будет стоять высоко, что он будет находиться рядом с разными добывальщиками, на удобном месте, рядом с полями, и что его будет сложно захватывать захватчиком. И обороняться будет с него легко. Так, а мы сейчас на высоком месте обороняться. Ладно, я вам покажу. Да, Настя. Мне кажется, что город строили в плодородном месте, где рядом был лес, где можно добывать зверей и дерево. Где рядом, например, была какая-нибудь скала, где можно защититься, из которой можно там стрелять. И, конечно, где-нибудь на возвышении, и очищенное, чтобы туда выпадал дождь. И мне еще кажется, чтобы хотя бы две речки было, ну вот, реки. Ну, хотя бы одна. Хотя бы одна. Мы с вами выяснили, что у нас пока машин нет, ничего нет, нам нужно как-то передвигаться, а по реке передвигаться удобнее всего. Вот, потому что в лодку можно погрузить большие грузы. А Киев, смотрите, какой классный город. Он стоит на пересечении целых трех рек. У него есть большая река Днепр. У него есть река поменьше Десна. И у него еще есть река поменьше Припять. И все соединяются рядом с Киевом. Поэтому Олегу этот город, ну, прям очень был нужен. Но вы же умный, и люди, которые строили Киев, тоже умные. Они же его построили, все, как вы сказали, на пересечении рек, на возвышенности, чтобы было не захватить. Поградили стеной. И Олегу будет очень сложно. Как вы думаете? Что бы, или подумайте, что бы вы сделали? Вот перед вами город. Его захватить очень сложно. Он на возвышенности. Вокруг стена. Хитростью. Я бы хотела вас пробраться как-нибудь. Притвориться, что, как бы, я просто человек, я не царь, я ничего не сделаю. Так, Арина, у тебя какие есть... И, как бы, что... Надо... Потом открыть ворота, и тогда войны зайдут и начнут... Надо либо сделать подкоп, либо... Вековая, поэтому... Тема сегодня не начала войны, а, может быть, тебе это пригодится для того, чтобы задавать историю. Так, сейчас... Да, да, Арина, подкоп ты предлагаешь сделать? Угу. А как, вы представляете, если мы сейчас начнем делать подкоп, нас, наверное, увидят. Не, мне кажется, что... Это еще очень долго будет, это очень долго будет. Можно, можно будет сделать, можно сказать. Тогда, думаю, топором можно пробить забор. Можно сказать. Можно туда торговым караваном, а потом изнутри захватить. Можно попробовать затопить, тогда... Да, тогда они не смогут. Да, Оль. А как ты затопишь, если город находится на возвышенности? Не сам город затопить, а окрестности? Можно, пожалуйста. А, у нас, Оля, хочется сказать. Я думаю, если город спит, охранники, если они услуги, пройтись и пожар сделать там. Мне кажется, можно... Тоже не подойдет. Можно я скажу? Мне кажется, что у нас городу можно развести костры зелеными листьями, чтобы они сильно дымили, и чтобы в городе стало очень плохо, потому что дым поднимается вверх, и на возвышенности станет очень плохо. Тогда они пойдут вниз. И можно будет... Мне кажется, не догадались бы до этого просто тогда. Ну, вы были бы самыми классными князьями. Я вам точно скажу, что князьями вы были бы здоровскими. Что они любили? Они, на самом деле, действительно придумали... Они что любили? Вика, да, ты что-то хотела еще сказать? Можно заключиться союз и вместе править. Это если они хотят с нами вместе править, да. Они, Олег, с некоторыми так и делал. Но Киев вместе с нами править не хотел. Поэтому Олег выбрал одно из ваших предложений. Он прикинулся к торговкам. Он прикинулся к курицам. Сказал, что он, в общем-то, приехал с такими товарами. И сказал, что будет... А Киевом тогда отправили два князя. Аскольд и Дир. И говорит, слушай, у меня такие ценные товары. Вот прям самые ценные, какие только могут быть. Я их готова показать вашим князьям. Князья Аскольд и Дир вышли. Прибежала дружина Олега. И убили этих князей. Причем у Олега было основанием. Вы же... У нас вроде как одна страна должна быть. У вас не княжеский род. Вы к Рюрику никакого отношения не имеете. А я вот его ближайший родственник. После меня его сыну вся страна достанется. Поэтому, в общем, прав у вас на княжню нет. И теперь князем буду я. Олег посмотрел, что Киев, он красивее, больше. Место расположения у него лучше, чем у Новгорода. И перенес столицу в Киев. И с 882 года столица Руси стал Киев. А вот эта вся территория, которая у нас ярко-оранжевым отмечена, и граница оранжевая, она стала называться древнерусское государство. Поэтому Олег считается первым русским князем, объединившим земли и построившим государство. Теперь смотрите. Вот мы с вами объединили земли, все вместе живем классно, мы построили государство. Какие у нас дела возникают? Нам что с вами нужно делать? Надо защищать государство. Если кто-то нападает, надо защищать. Еще. Надо понимать экономику. Так, нужно понимать экономику. И потом еще отвоевывать. Я на одном месте стоишь. И места становится немало, потому что люди же растут. И все. Так, нужно понимать экономику. Нужно занимать новое место. И еще что нужно сделать? Надо как-то продвигать. Надо расширять территорию. Так, ну новое место. Надо защищать город, чтобы на его территорию никто не пришел и не взял его историю создать. Защищал город. Так. А вы... Торговать с другими. Торговать с другими, да. Смотрите, у вас есть... Вы, значит, самый главный. Вы князь. У вас есть очень много людей под вашим руководством. Они как-то... Кто-то из них где-то работает. Кто-то обрабатывает поляк. Кто-то что-то сажает. Кто-то делает горшки. Кто-то что-то еще делает. А кто-то нигде не работает. Например, есть много-много-много дружинников, которые, вот, пришли дружиной, они защищают, они, значит, вот, кейп захватили, всякое такое. Но их же нужно как-то чем-то занимать. Знаете, что бывает с людьми, когда им становится вкусно? Они придумывают всякие странные вещи. Ну, например, если вы не будете свою дружину ничем занимать, они могут решить, что вы, например, плохой князь. И вы не умеете управлять государством. И вы какого-нибудь нового князя из своего числа. Ну, у кого уважения больше. Поэтому Олег, кроме того, что он защищал наши границы, кроме того, что он контролировал весь путь из варятых билетов, а что значит контролировал? Это значит, где-то собирал дань, где-то помогал, там на пути было 7 порогов на реке. Что значит 7 порогов? Это 7 таких вот каменистых нагромождений на реке, которые невозможно переплыть. А они еще называются порогами, потому что они на разной высоте. И вот вы плыли, плыли, плыли на лодке, а у вас все было хорошо. Да, Настя? Воздух можно было занимать тем, чтобы разбирать эти пороги и делать реку пригодной. Занимать их какой-нибудь общественной работой вашей? Их нельзя было разобрать, они были природными, но очень сложными. Но нужно было помочь тем, кто плывет на лодках, через эти пороги перебираться. Потому что переносили лодки, обычно посушат, ставили на колеса, перекатывали машины, и потом плыли обратно. То есть коляку вот этим он всем занимал. Но у Руси, сейчас я вам опять покажу картинку, был очень-очень классный сосед. Вы что-нибудь слышали когда-нибудь про Византию? Да, Византию, да. Мы с ней заключили договор какой-то там. Мир. Это была очень большая страна. Это была торговая страна, и город Византия, который стоял на устье двух рек, рек Тигр и Ефрат, и он был очень развитый для того времени. Что-нибудь еще вспомните про Византию, пожалуйста? Она была очень развитая. Почему? Еще там были сады. Я забыла, как она называется? Семирамида. Сады были у Семирамида. Вот, да. В общем, почти туда. Что-нибудь еще про Византию? Вдруг вы вспомните? Ничего не понятно. А они воевали с Россией. Я понятна. Византия получила преемственность от Древнего Рима. Вообще. Помните, была такая большая-большая Римская империя? Да. Она разделилась на две части. Вот одна часть стала Византия. И Византия, она была преемственницей Римской империи. И там была очень высокий уровень культуры. Там были красивые-красивые ткани. Там были каменные дворцы. Там уже любили строить камни. Там были большие площади. Там была культура. Она уже была христианской страной. То есть там было православие. Там были храмы. Там был митрополит. Там была культура. Там были книги. Там была кисненность. У нас еще пока с этим все было не так хорошо. Мы с вами все было распространение. Поговорим про религию, которая у нас была. Про богов, про разных, кого мы верили. Как мы жили. Что у нас было в домах внутри. А вот у Византии вообще в доме было более не более, чем у нас. Это была очень богатая страна. И она бы хотела, чтобы Византия нам тоже платила дань. Что можно сделать, чтобы Византия нам платила дань? Потому что в отличие от Киева, Византия уже каменная. Она уже развитая. Она далеко от нас. Она вот здесь вот находится. Он взял здесь не обманом сначала, а числом. Он собрал аж две тысячи судов. На каждом из судов было по 40 человек. Получилось 80 тысяч воинов. И он со всем этим огромным войском пришел на Царьград. Царьград – это русское название Константинополя, столице Византии. Он сказал, что если, в общем, дань не заплатят, то наши суда проведут осаду и заморят всю Византию в голду. На тот момент император Византии подумал, подумал и решил, что ладно, лучше подписать договор, чтобы больше с этим не сталкиваться, чтобы, в общем, не воевать с Россией. Нам важно было не просто, чтобы нам дали какие-то меха или ткани или драгоценные камни. Нам это и все так дали. Нам было важно, чтобы мы могли с Византией торговать без пошлина. Знаете, что такое пошлина? Это как определенный налог, да. Налог. Если я приезжаю торговать в ваш город, вы говорите, слушайте, Яна, хорошо, торгую в моем городе, но одну десятую часть тех денег, которые ты получишь, ты будешь отдавать мне. А я же еще потратила много средств на то, чтобы до вас добраться, и мне вообще не очень выгодно одну десятую часть отдавать им мне. Поэтому в 1907 году Олег подписал очень выгодный договор, чтобы мы торговали без пошли. И, в общем-то, 4 года до 1911 года мы жили очень неплохо. И опять же съездили, показывали свою дружину разным другим пленам, которые нас окружали, собирали с них дань, защищали государство, строили города, в общем, развивались как могли. В 1911 году Олег решил, что нам нужно еще раз съездить к Византии и опять попросить у них дорогих тканей, дорогих камней и новый договор переподписать. Но Византия, она же тоже была не глупой страной. Они уже подготовились к нашему приезду, и договор, конечно, с нами подписали. Несколько сражений там было, но договор был не такой выгодный для нас. Мы уже не без пошлины торговали. Нам уже нужно было платить пошлины, но не такую, в общем, большую, как обычно. Еще у меня к вам вопрос. Вот вы князь, вы правите. Какими качествами, как вы думаете, вы должны обладать, чтобы вас все слушались? Смелостью, справедливостью. Справедливостью. Да. Мудростью. Мудростью. Справедливостью. Мудрость, расчетливостью. Расчетливостью, справедливостью, да. А зачем вам справедливость и мудрость? Ну, чтобы народ не был против, что ты правишь. Ну, народ же... А зачем народ к князю приходит? Кроме того, чтобы там защита и всякое такое. Чтобы просить каких-нибудь средств. Когда гол, то они просят там продукты, какие-то хлеб. Качество жизни, чтобы улучшить. Народ рассчитывает на помощь какую-то. Так, а еще? Вы заметили... Они просят, чтобы он нас защитил. Чтобы защитил. Вы заметили, что мы пока очень молодое государство... Да. На решение споров. Да. На решение споров. Вы пока заметили, что у нас очень молодое государство, у нас пока не особо хорошо с законами. Мы еще пока никаких таких законов не придумали. У нас законы будут введены значительно позже. Поэтому, если что-то случается, если кто-то кого-то убил, или кто-то у кого-то что-то украл, или кто-то не поделил полудородные земли, то нужен суд, нужно какой-то суд провести. И приходят к князю. И князь судит. Если князя нет на месте, то он оставляет наместника, человека, который эти все вопросы будет решать. В городах непосредственно князь же в Киеве сидит, а у нас страна большая, есть другие города. Поэтому князь, в общем-то, он должен еще обладать правой мудрости и справедливости. А еще вы знаете, что князю нужна какая-то определенная реклама. Или можно современным, красивым словом назвать пиар. Как вы думаете, зачем князю нужна реклама или пиар? Чтобы о нем все знали. Зачем им это нужно? Нужно, чтобы боялись немножечко. Чтобы с ним хотели торговать, наверное, чтобы не пытались захватить его с земли. Чтобы его земли не хотели... Можно я скажу? Да, давай, давай. Мне кажется, что еще для того, чтобы люди, как бы... Чтобы люди из более вредных государств видели, что он более хорошо правит, что он более сильный, более богатый, чем их правитель, и может им... И лучше быть его... Да, захотеть войти в состав страны тоже можно. Только смотрите... Заверяли его решения. У нас еще, смотрите, есть вопрос. Страна большая, городов много, дружина большая, ресурсов много. Неужели вы думаете, что никто из других людей не захотел бы стать князем? Захотел бы. Захотел бы. Да, конечно, захотел бы. Он бы тоже захотел править, захотел бы жить в большом доме, захотел бы, чтобы его все уважали. Поэтому князю еще нужна реклама и репутация не только вовне, чтобы другие государства и другие племена знали, но и внутри, чтобы народ знал. Как вы думаете? Вот смотрите, телефонов нет, телевизора нет, письменность, ну так себе развита. Как же мне сделать так, чтобы обо мне, как о князе, все знали? Можно послать гонцов в разные концы, чтобы они бегали везде и включали. Вот ты посылаешь гонцов в разные концы, что они делают там? Рассказывают о тебе. Да, они о тебе рассказывают. Что они о тебе будут рассказывать? Чеканин портрет. Пока не умеем чеканить. Арина? Что ты хочешь? Что ты мне рассказывал? Да, давай. Было такое прекрасное изобретение, возможно, вы читали где-нибудь, что существовало устное народное творчество. Когда вот, вы помните, говорили, история передается из уст к устам. Да. Вот. Были былины. Былина – это как такая сказка, только основанная на правдивых фактах, которые действительно совершались. Она в таком формате, который удобно передавать и пересказывать. Чтобы мы с вами все вечером собрались за общим столом, и кто-нибудь из вас былину про князя рассказал. Она обязательно самые сильные, самые замечательные стороны князя освещает. И ее задача – сделать князя популярным. Про Олега, про Вещего, было несколько гумин. Было... Да, ты хочешь что-то сказать? Можно было еще сочинить песни про этого князя? Да, песни тоже были, обязательно. Песни тоже сочиняли. Былина. Про Овещего Олега было несколько былин. Первая былина была про то, как он в 1907 году совершил поход на Цереград. Она должна была быть красивой, героической. Вот если бы вы сочиняли былина, вы бы что рассказали про князя? Вы бы вот эти все качества... Что он там, ну, что он со своим огромным войском только... Ну, что он только словами смог захватить Константинополь? Да, вы бы сказали, что войско огромное, чтобы никто не захотел посягнуть. Вы бы сказали, что только словами, потому что вот он такой мудрый, такой хитрый, такой замечательный, что его все слушаются только словами. Вы бы еще сказали, наверное... А кто такой мудрый, а кто такой хитрый? Что вы говорите? А кто такой мудрый и кто такой хитрый? Мудрый — это тот, кто умеет как будто бы видеть на несколько шагов вперед. Ну, то есть вот он представляет, например, тот же самый поход в 1907 году. Вот можно пойти и просто забрать много-много-много золота в Цереграде, в Византии. Забрать себе, и все. А можно сделать так... То есть вы имеете в виду царя, вы имеете в виду? Да. Ну, Олега, да, мязя. А можно сделать так, чтобы не просто забрать себе много золота, а чтобы еще такие выгодные контракты заключить, чтобы дальше на протяжении нескольких лет мне было выгодно торговать, и я меньше денег тратила. То есть я смотрю не только сейчас, то, что сейчас происходит, а то, что еще будет завтра и через несколько дней, даже через несколько лет. Мудрость выбирает, с кем дружить, а с кем не дружить. Кого присоединять в состав страны, кого не присоединять. Какой город сделать в столице? И еще много-много-много таких вот вопросов решает. хитрость заключается в том, чтобы не все решать силой, а вот как-то так найти самые слабые места у противника и с помощью этих слабых мест получить то, что вам необходимо. Поэтому у нас Олег был мудрым и хитрым правителем. И вот это все отражалось в былинах. Были две известные былины про князя Олега, две такие истории. Первая была про то, как он приплыл в Цареград, поставил вот эту две тысячи судов, с которыми он приплыл на колеса, и все жители Цареграда, ну это же тоже морской город, они ждали его с моря. А он сумел за приличное количество от Цареграда километров, ну так, чтобы не видно было с городских стен, поставить все эти две тысячи судов на колеса и объехать Цареград с другой стороны. То есть все ждали нападения с моря, а он смог зайти с тыла и взять неожиданности. И за это его называли хитрым, мудрым правителем. А вторая была былина о том, что Олег как-то, возвращаясь вот из этого похода в 2009 году, встретился с волхвами. Волхвы — это старцы, которые видели будущее, умели их предсказывать, приносили жертвы разным богам. И, встретившись с волхвами, Олег сказал, что он вообще-то не верит во все предсказания. Ну ладно, так и будет, раз он князь, то он разрешит волхвам предсказать ему будущее. И волхвы ему сказали, что он погибнет от своего коня. А коня Олег очень любил. Он прямо на душизном начале. Ему было очень жало. Когда говорят, что вы, может быть, с лошади, ну, от коня погибнете, Олег, конечно, подумал, что он с коня упадет. Сломает себе что-нибудь, или шею, может быть, и... А можно я расскажу, как он погибнет от коня? Ну, в общем, ну, в общем, конь умер, и Олег забыл про это предсказание. Когда он, ну, ну, и он его похоронил, потом он однажды приходил к своему коню, уже на старости, и смотрел на его скелет, из черепа коня выпукла змея и задушила его. Укусила, да. Она укусила. Это была очень ядовитая змея. И Олег умер от этого. А можно я расскажу? Да. А кого укусила? Олега. Олега? Понятно. И в итоге, в 1912 году, вот эта история, И на место правителя Руси стал Игорь. Помните, Игорь, это сын Рюрика. Когда Рюрик он был, Игорь был слишком маленьким. Может, я, Снежо? Да, давай. Кого? Чей сын Игорь был? Чьим сыном? Рюрика. Самого первого нашего... Да. Да, что ты хотела рассказать? Игорь был не таким, как Олег. Говорят, что он был слабее, более трусливый. Он тоже много всего сделал для государства, но он больше делал для себя. Он, конечно, расширил границы. Он присоединил еще одно племя. Он построил несколько городов. Вот, способствовал основание русских поселений на целом полуострове. Он отражал набеги кочевников-печенегов. Он организовал военные походы против Византии, но он организовал военные походы, потому что слава Олега не давала ему покоя. Ему очень хотелось быть таким же, как Олег, таким же мудрым, таким же воинственным, таким же классным, но у него не всегда получалось. Поэтому военные походы постоянно терпели поражение. Но самое главное, из-за чего Игорь, собственно, и был убит, Игорь был жадным. Так возникало распределение ресурсов в дружине. Вот мы с вами целая большая дружина. Нас с вами 20 человек. И мы с вами пошли войной на какой-нибудь гор. Чем нас, соответственно, больше, тем наше мероприятие будет успешным, потому что нас испугаются и скажут, давайте мы вам просто дань заплатим и, в общем, выберите все, что у нас есть, только не разрушайте горы. Но если нас будет так много, то когда нам дадут дань, нам же ее нужно будет разделить на всех, чтобы было честно. Иначе в следующий раз, если мы нечестно поделим между собой, ну, я, например, князь, вы со мной вместе идете. Я, если между нами всеми честно не поделю, то вы в следующий раз со мной не пойдете, откажетесь. Более того, вы можете сказать, что я вообще очень плохой князь и выбрать какого-то другого князя. Поэтому нужно делить честно между собой все, что мы получили. Игорь честно умел делить, но Игорь подумал, что если мы с вами будем поменьше, не двадцать человек возьмем сразу, а десять всего лишь, то и делить нужно будет не между двадцатью, а между десятью. И так будет получше. и Игорь уж очень хотел получить дань с древлян. Древляне это племя, которое жило на границах с Русью. И Игорь пришел туда первый раз с большой дружиной, получил много дани, был доволен. Древляне я скажу. Да, давай. А что такое дружина? Дружина это как будто армия. Пол солдат. Да, пол солдат. Понятно. Он пришел с большой армией, сначала с большой дружиной, древляне исквались, отдали ему дань. Прошло немного времени, может быть несколько месяцев, Игорь решил, что этой дани мало, и опять пошел к древлянам. Собрал маленькую уже дружину, чтобы не делиться с данией, и с маленькой дружиной пришел. Но древляне тоже были не самыми глупыми, поэтому они сказали, что если Игорь уже так делает несколько раз, то есть постоянно приходит задание, он будет приходить к заданию снова и снова, снова и снова, и что это не тот человек, с кем нужно заключать договор. Тем более они увидели, что он в этот раз пришел в маленькую дружину. Игорь был убит этим племенем. А почему он был убит? Потому что он несправедливо вел политику. Ну представьте себе, я представитель другого государства, вы целое племя, вы значит ходите в лес, убиваете там животных, забираете шкуры, что-то строите, делаете всякие горшки, добываете драгоценные камни, и все это делаете собственным трудом. Вы трудитесь за это. Я к вам прихожу с кучей людей, говорю, а теперь, ребята, вы мне часть этого отдадите. Вы говорите, а почему это мы должны вам отдавать, если мы это все честно заработали? Я говорю, ничего не знаю, если не отдадите, я все ваши дома сожгу, всех родственников заберу себе в рабы, и в общем все. И только на основании того, что за мной огромная армия людей. Это подлость или хитрость? Это такой способ ведения политики. Вы говорите, ну ладно, давайте договариваться, давайте мы вам не все отдадим, а только какую-то часть, но подпишем договор, что вы к нам целый год не приходите. Согласны? Согласна. Все. Договор подписали. А я к вам прихожу не через год, а через полгода. Опять говорю, слушайте, ну как бы у меня закончилось все, что вы мне дали, поэтому давайте еще раз. Но я думаю, что вы возмутитесь и не захотите больше со мной иметь никаких дел. Вот и даримляне тоже очень возмутились и не захотели больше иметь с Игорем никаких дел. Только Игорь уже был не договороспособный. Если он один раз нарушил договор, Скал вернется через год, а вернулся только через полгода, Скал больше не будет брать дань, а вернулся за данью опять, то, в общем, он был таким жестоким способом наказан. Мы с вами в следующий раз поговорим про то, как жили люди, чтобы вам было понятно, как это все происходило. Вы пишете, что вы бы умерли там без интернета. А как вы думаете, чем бы вы там занимались? Где? Где нет этого? Мы бы большинство людей были бы именно, ну, как обычные, как крестьяны, только по то время еще не было крещений, еще не было крещений России, но как крестьяне большинство жителей было, которые, например, то делали урожай, там, много чего. Да, прости, пожалуйста, я перебью, давайте определимся, у нас есть крестьяне, это те, кто поклоняются Христу, это зависит от религии, а есть крестьяне, те, кто на руках кукка, и пишется по-другому, это те, кто работает в поле и возделывает поля, занимается земледелие. Поэтому, если совершил вопрос, мы бы, большинство из нас, были крестьянами. Да, а вы еще что-то, что-то хотели сказать? Да, Арина, давай. Я думаю, если бы были, если бы там были дети, они бы, если девочки, они бы могли взять солому и создать их каким-нибудь прутиком, и получилась бы кукла. А мальчикам что делать? Ну, всякие из деревяшек домики строить. Я сейчас вам расскажу такую очень необычную вещь. Есть книжки разные, которые описывают, ну, быт. Как жили раньше люди. И как вы думаете, во сколько лет заканчивалось детство? Что значит заканчивалось? Это значит, с этого времени уже ребенка нагружали всякой работой. Лет 14? 14, 14. Не, амельчик, лет 8, 6. 7 лет ребенок уже начинал заниматься всякой посильной ему работой. Что-то отнести в поле, пока там родители работают. Помочь на сборе урожая. Ну, пока очень посильный, ничего такого прям серьезного не было. А с 11 лет уже, да, уже почти настоящий взрослый человек. Его еще называли, когда ребенок исполнялся 11 лет, его называли отроком. Это означало, что он уже почти взрослый член общества, только еще голоса не имеет. То есть, не может голосовать, там, выбирать князя и так далее. Ну, в общем, да, с 7 лет потихонечку, а с 11 уже так здорово, мы бы все сами пошли на работу. А во сколько лет был? Я бы сейчас мог пойти на работу. Да. Я бы тоже мог сейчас пойти на работу. То есть, там было бы все прекрасно. Причем, еще были определенные правила. Если бы мы с вами, это последнее, что я вам расскажу, потом мы подведем итог, будем сегодня прощаться. У нас были определенные правила. Представляете себе, как вы выбирали жену? Были нормы. Хорошая жена должна была совершенно спокойно поднимать 50 килограмм веса. Если жена 50 килограмм веса не поднимает, ну, она так себе. Она с поля будет работать мало, не особо здоровая. Ну, такую ей работу. воротишь. А здоровым ребенком, вот 11-летним, считался тот, кто совершенно спокойно может поднимать 20 килограмм веса. Матя, она хочет пить, все у него должно было быть хорошо в этом плане. То есть, нам бы с вами без интернета, там, конечно, было бы скучно, но наши соплеменники и граждане нашей страны нашли бы, чем занять. мы бы там отлично проводили время. А как вы думаете, как бы мы развлекались, как бы мы отдыхали? Праздники пиры, прыгали через костер. Прыгали бы через костер летом. Так, какие-то праздники. Да, давай. Купаюсь с ленточками. Круссель. Да, я вижу руку, я не подписана. Да, Еще можно на праздниках найти, можно еще играть, ну там, можно привязать веревку к дереву и крутить ее, и прыгать, как через скакалку. Можно, вообще было много всяких. Пели песни, водили хоровод. Да, а зимой мы бы как сами отдыхали, да. Можно лазать по деревьям. Ну, отлично. такая игра старая, берешь палочку, на пальцы один ставишь, и там какой-то стишок получается, потом все считают, например, один, два, три, четыре, и столько типа дня до вечера осталось. Вечер называется вроде игры. Настя? Мне кажется, что там дети уже лепили снежную бабу, уже играли со снегом, что-то из него лепили. В общем, в следующий раз мы с вами обсудим лепили все, было еще больше всяких увлечений интересных. Мы с вами обязательно поговорим. Давайте какой-то итог подведем. Мы обсудили с вами два момента. Мы обсудили, зачем нужно было государство, как оно образовалось, и мы с вами обсудили трех первых князей, которые были. Первым был Рюрик. Его мы позвали, мы говорили об этом в прошлый раз, то есть много пленен, объединившись между собой, позвали Рюрик править. Рюрик правил с 862 года по 879. 862 это да, чего ты хочешь сказать? Когда в следующий раз будет занятие? Да, а когда в следующий раз будет занятие? В следующий раз будет следующее воскресенье. У меня есть вопрос. Да. Значит, вы только про в низи будете говорить, про Рюриков, а вот про романов вы будете? Хорошо. Мы идем. Прямо в своей истории России будете? Ну, на сколько нас всех хватит. Нас интересует еще все. А, тогда хорошо. А сколько у нас вообще занятий? Все лето будут занятия? Я думаю, да. Но там где-нибудь с вами в одном перерыв на две недельки. Друзья, в общем, последний итог. У нас был Рюрик. В 82-й год это основание нашего государства России. В 879-м он умер. На смену ему пришел Олег. Олег был его родственником. И Олег считается первым настоящим русским князем, который объединил между собой Новгород, где правил Рюрик, и Киев. Сделал Киев столицей. А Олег построил прекрасную политику. Да. Да-да-да, Саняшка. Вот. И правил ... Князь. О, да-да-да, вот это вот все про князей. Да, целое родословное. Мы все тоже будем смотреть. У нас там больше есть. Да, конечно, все равно больше. Мы с вами просто успеваем поговорить только про трех, чтобы больше часа не сидеть и не правил. После Олега князем был Игорь. Он тоже долго правил, но его любили меньше. А после Игоря у нас была княгиня Ольга. Про Ольгу и про то, как прижили люди в это время, мы с вами поговорим в следующий раз. Какие у вас есть вопросы? Пока не таких. Я, кстати, в день не поддерживаю. Тогда спасибо вам огромное. Через третий минут закончилось. Закончилось. Спасибо и вас тоже. Все, отлично было вам вечером. Спасибо. Спасибо. И до свидания. До свидания. Спасибо, что урок интересный провели.